В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Сдача единого государственного экзамена начинается в России. Мы посмотрели несколько таких мест, где будет проведен единый государственный экзамен. У нас их пять всего. Как обеспечить безопасность ребенка при открытых окнах в летний период? За последний месяц у нас в Ленинском городском округе погибло два ребенка. Герой нашей рубрики Видному 55 первый директор московского коксогазового завода Павел Федорович Гаевский. Чтобы самому было приятно и другие радовались. Это был девиз его жизни. В России начинается сдача единого государственного экзамена. 3 июля старшеклассники снова сядут за парты, чтобы проверить свои знания. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией подготовка к ЕГЭ потребовала дополнительных временных затрат. Необходимо было соблюсти все санитарные нормы, чтобы сделать процесс сдачи экзаменов безопасным для здоровья школьников. Как к ЕГЭ подготовились в Ленинском городском округе, проверил глава муниципалитета Алексей Спасский. Мы посмотрели несколько таких мест, где будет проведена единый государственный экзамен. У нас их 5 всего в целом по городскому округу. До нас это просмотрело уже Министерство образования Московской области. Есть замечания, но они незначительные, те, которые в текущем моменте устраняются. От руководства управления образования поступило несколько просит, в том числе, повзаимодействовать с застройщиками по недопущению шумового воздействия на ребят, на детей, которые будут сдавать экзамены. Мы, конечно, поможем, но в целом всем нашим выпускникам удачи на экзаменах. В Ленинском городском округе выделено 5 площадок, где дети смогут сдать единый государственный экзамен. Все пункты заранее продезинфицировали. На входе будут дежурить медики, чтобы проверять температуру школьников и организаторов. В классах участников будут рассаживать с учетом социальной дистанции в полтора метра. Напомним, что в этом году ЕГЭ не является обязательным. Его сдадут только те ученики, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. Летом вопрос безопасности ребенка при открытых в квартирах окнах особенно актуален. Именно в этот летний период растет печальная статистика выпавших из окон детей. Каждому родителю необходимо знать, какие меры нужно предпринимать для уменьшения риска. Подробности в нашем сюжете. Ежегодно в России, по данным статистики, выпадает из окон квартир более 5000 человек и половина из них дети. В основном несчастные случаи приходятся на летний период. За последний месяц у нас в Ленинском городском округе погибло два ребенка. Это в Бутово парке и сельском поселении Володарском. Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели и опираясь на противомоскитную сетку, которая создает иллюзию закрытого окна и выпадали вместе с ней. При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля и рассеянностью взрослых, забывающих закрывать окна. Не надо учить детей открывать окна. Также надо внимательно смотреть, чтобы не было предметов мебели рядом с подоконниками, стульев, дивана, чтобы не было возможности у ребенка просто-напросто забраться на подоконник. Также причиной трагедии могут стать отсутствие на окнах блокираторов или ручек замков. Неправильная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники. У нас ничего не стоит на самом деле, ни стульчики, ни диваны возле окон, ни кровати, которая бы выходила, чтобы можно было тянуться до окна. И муж снял все ручки, которые открываются, большие окна. Анастасия вместе с четырехлетним сыном живет на десятом этаже. Признается, что никогда не оставляет ребенка одного без присмотра. Изначально не было такого, что ребенку взять на руки, допустим, и показать, что там в окне происходит. У меня однокомнатная квартира, у меня ребенок всегда на виду, поэтому я его не оставляю одного. И самая лучшая защита – это самостоятельное осознание ребенком опасности. Ведь большинство проблем с выпадением детей из окон происходит от их беспечности и непонимания самой сути проблемы. Поэтому обязательно нужно проводить со своими детьми профилактические беседы по безопасности в доме. И ни в коем случае не оставлять малышей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Долгие годы видновчанка Елена Уракова обращалась в разные станции с жалобами на то, что здание в первом Калиновском проезде 19 используется как жилище для людей без определенного места жительства и требовало призвать к ответственности собственников участка. И вот по решению суда строение обязали снести. Но в день исполнения решения собственник попытался предоставить доказательства того, что здание не может быть снесено. Чем завершилась эта история, расскажем в нашем сюжете. В день, когда приговор должен был привестись в исполнении, в первом Калиновском проезде у дома собрались представители администрации округа, госстроенадзора, полиции, собственник, а также судебный пристав, который и озвучил решение суда. Возложить на администрацию Ленинского муниципального района обязанность по сносу строения общей площадью 1687,4 квадратных метра, расположенного по адресу Московская область, город Видное, первый Калиновский проезд, участок 333-ю, дом 19. Иск был подан несколько лет назад жительнице соседнего дома Еленой Ураковой. В то время построенное в 2014 году здание принадлежало другому собственнику. Строительство его не было завершено. В недострое обитали люди без постоянного места жительства. 30 декабря 2017 года вытащили труп. Просто здесь бесконечные пожары, как вы видите. То есть здесь самый натуральный банджай. С 2019 года у участка появился новый собственник, который утверждает, что планирует реконструировать здание и использовать его как нежилое помещение. Также, по словам представителя собственника, здание находится по другому адресу, а именно первый Калиновский проезд, дом 19А. У вас по документам сейчас нет этого здания, которое вы пришли сносить. Мы пострадавшие. У нас новый собственник, старый собственник, не ввел в то, что у него было решение по сносу, и что он снес это здание. У нас нет доказательств. Мы не можем доказать, что он снес. Мы уже то что купили, то купили. Я понял. Данные несостыковки стали поводом отложить снос здания. Но лишь на несколько дней. После проведенных проверок, строение, считающееся незаконным, все же было приговорено к снесению. В настоящее время ведутся работы по демонтажу. Татьяна Брылова, Елена Кошелева, Видное ТВ. Имя Павла Федоровича Гаевского знакомо практически каждому видновчанину. Но мало кто знает, каким человеком был первый директор московского коксогазового завода. Именно он сегодня герой нашей рубрики «Видному 55». В рамках подготовки проекта «История города» в названии улиц сотрудники историко-культурного центра изучили множество вспоминаний коллег и родных Павла Федоровича Гаевского, первого директора МКГЗ. Выпускник Днепропетровского химико-технологического института, к окончанию войны успевший поработать на многих предприятиях страны, Павел Федорович был назначен на должность в 1950 году. А в 1951-м Москокса выпустил свою первую продукцию и в дальнейшем регулярно выполнял производственные планы. Но Павел Федорович заботился не только о показателях. Его современники отмечали, что строгость и ответственность руководителя сочетались в нем с заботой и добрым отношением к каждому сотруднику своего предприятия. Когда в обеденное время он проходил по территории коксогазового завода, ему навстречу шел рабочий. Ну, они остановились, он спросил, как дела. Он говорит, вот, Павел Федорович, мне выделили квартиру, я никак не могу оформить, не подписаны у меня документы. К вам попасть, говорит, очень трудно записаться. А говорю, что же заместители вам не могут подписать? Да нет, говорит, так, документы с собой, да, со мной, поворачивайся. Он положил документы ему на спину и рощерком поставил свою подпись. При нем были построены детский пионерский лагерь имени Вали Котика, больничный комплекс, поликлиника, а также стадион «Металлург», где тренировались хоккейная, футбольная и мотобольная команды из числа работников завода. К тому же, во многом, благодаря стараниям Павла Федоровича, началось превращение обыкновенного рабочего поселка в ленитарный город-сад. Он любил произносить фразу не один раз. Если делать, то делать добротно, чтобы самому было приятно, и другие радовались. Это был девиз его жизни. Павел Федорович Гаевский отдал заводу 30 лет своей жизни, работал в выходные и праздники. Долго не соглашался на переезд из квартиры в двухэтажном доме на временном поселке в новую, на улице Крайней, чтобы не терять возможности в любое время заглянуть в цеха и поработать с документами. На пенсию он так и не вышел, хоть в последнее время тяжело болел. Когда Павла Федоровича госпитализировали, он уже не мог говорить. Пришел к нему его сын Вячеслав с женой. Он глазами, знаками показал, чтобы дали ему ручку и лист бумаги, на котором неуправляемыми уже пальцами написал все людям, а глазами показал на здание, перед ним которые были дома, поликлиника, будущий роддом. Сейчас многие жители, к сожалению, затрудняются ответить, кто такой Павел Гаевский, а вот старожилы бережно хранят в памяти воспоминания о нем. А знаете, что в Винном есть улица имени Гаевского? Да, да, да. Павла Федоровича. А кто знает, кто он вообще? Не знаю. Нет. Нет, я точно не знаю, я тут живу месяц. У меня вот дедушка был, замдиректора завода Кокса Газова. Дедушка рассказывала вот о самом Гаевском, вот какой он был как человек. Да, замечательный человек, замечательный. Очень добрый, порядочный. Приходил даже, когда дедушка умер, на похороны, уже будучи пожилым, и болел он тогда. Еще при жизни Павлу Федоровичу присвоили звание Героя социалистического труда. А в 1980 году улицу Крайню, где в последнее время он жил, переименовали в улицу Гаевского. Что вы помнили? Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжает свою работу проект «Стихи живут», организованный сотрудниками районного историко-культурного центра. В ходе него представители различных трудовых коллективов читают произведения русских классиков. В этот раз стихи оживляли сотрудники районного центра культуры и досуга. Послушала их и наша съемочная группа. В сквере рядом с центром культуры и досуга приятная прохлада. В этот раз работники культуры читали стихотворение Михаила Лермонтова, когда волнуется желтеющая нива. Волнительно всегда прикасаться к такого рода творчеству, потому что сам для себя ставишь планку, что надо это все не просто прочитать, надо это все прожить, чтобы передать тот трепет, который испытываешь подсознательно. Стоит отметить, что «Когда волнуется желтеющая нива» – особое стихотворение. Поэт написал его в заключении. Он был арестован после создания произведения «Смерть поэта». Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива По тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганной душистой, Румяным вечером и лютров час золотой, Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой. Когда студеный ключ Играет по оврагу, И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряются души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога. Более года существует проект «Стихи живут». За это время в нем приняли участие военные и волонтеры, Водители и рабочие, учителя и учащиеся городского округа. Всего более 60 человек. Огромное спасибо говорит районный историко-культурный центр Всем трудовым коллективам, всем организациям, Принявшим участие в нашем проекте. «Стихи живут» повсюду, потому что поэзия помогает нам Видеть мир вокруг, видеть Бога в себе. Чтение произведений русских классиков в рамках проекта «Стихи живут» проходит раз в месяц. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok